Теперь я вам расскажу про три типа старения. Первый тип старения. Есть такая энергия времени, которая всех ставит. Это самая сильная энергия времени. У человека практикает три типа старения всего в организме. Первый тип старения у человека копится так сильный или лишний вес. Это первая стадия старения. Это просто лишний вес человек. Или нет лишнего веса, но у него постоянно слизь в горле копится. Или у него постоянно муть в голове, или головные боли, или склонность к простудам. Это первая стадия старения и первый вариант. Вторая стадия доброкачественной опухоли и уже хронические простудные заболевания. Или, или, я говорю про одну стадию, про один тип старения сейчас. Один тип старения. Лишний вес или интоксикация. То есть копятся какие-то ненужные вещества. Или токсины копятся в организме, или жир. Так, вторая стадия вот этого старения называется доброкачественной опухоли или хронические инфекции. Третья, вторая стадия этого типа старения называется злокачественной опухоли или хронические инфекции, типа туберкулез, спид, там и так далее, которые уже разрушают жизнь человека. Лечение. Всегда на один тип старения, две аскезы запомните, всегда. Вот теперь, если вы хотите узнать, как это лечится, очень просто. Длительное непрерывное движение и пост на воде. До свидания, этот тип старения. Тю-тю. Не будет ни лишнего веса, ни опухолей. Все, до свидания. С этим, с опухолями закрыли. Рака, боитесь. Длительное непрерывное движение, пост на воде. До свидания, рак. Тю-тю. Второй тип старения. Жар в пиле. Или жар в психике. Первая стадия. Человек перегревается. Или сильно обижается, гнилуется. Это первая стадия. Перегревается, значит, спать душно. Жарко постоянно. Перегрев в психике означает обидчивость сильная или неливость. Понимаете, вы говорите, у тебя плохой, отвратительный характер. Ты очень гнилливый человек. С тобой невозможно жить. Да у него просто старение идет в организме и все. И это старение, на самом деле, оно даже у детей бывает. Ну, то есть, это старение фактически означает накопление ненужной энергии в организме. У ребенка может быть то же самое. Он там орет постоянно. И ему нужно просто сделать то, что я сейчас скажу и все. И он не будет плохой ребенок, будет хороший. Итак, первая стадия этого старения. Жар в теле и гнилливость, эмоциональность. Вторая стадия этого старения. Это воспалительные процессы в организме. Или истерики уже психические. Что-то истерики лично. Третья стадия этого старения. Это тяжелые заболевания, такие как сахарный диабет от перегрева. Бронхиальная астма от перегрева. Кожные болезни тяжелые. Аллергии от перегрева. Есть тяжелые заболевания, которые, может быть, даже переводчики не переведут. Они называются красная болчанка. То есть адуптоиммунные процессы. То есть у человека буквально разрушается организм изнутри. От перегрева. Что делать? Пост на воде, плюс неподвижное положение тела. Перегрев. До свидания. Все. Воспалительные процессы. До свидания. И так далее. Третий тип старения. Напряжение в теле. Напряжение в теле – это самый частый вид старения человека. И самое быстрое возникает. Напряжение возникает от работы просто. Человек работает, и он напрягается. Как выглядит первая стадия? Первая стадия означает, что человек не может расслабиться. Это чаще всего выражается в том, что он не может вовремя заснуть. То есть он ложится поздно. Это значит, что первая стадия напряжения у него. Он ложится поздно, встает поздно. Ему очень трудно переключаться. Мужчина приводит к работе, не может разговаривать с вами, идет смотреть телевизор. Первая стадия старения – напряжение. Не то, что он дурак, я связываю его, что замуж. Он просто напряжен, и он неправильно живет. Все. У женщины это выражается напряжение. Если у мужчины он замыкается, то у женщины это выражается повышенная чувствительность. Первая стадия напряжения у женщины – ни с кем не хочу разговаривать, никого не хочу видеть. Все, мне тяжело, отойдите от меня, дайте мне возможность побыть одной. Все, первая стадия напряжения. Вторая стадия напряжения – головные боли, спазмы к кишечнику. Все виды боли в организме, какие только есть. Это вторая стадия напряжения. В психике вторая стадия напряжения означает зажатость психическая, замкнутость, неспособность общаться. Человек замыкается, он как со броней находится. Ему очень трудно достучаться. Ему очень трудно достучаться. Третья стадия напряжения в теле – это болезни суставов хронические, это инфаркты, инсульты, это заворот кишечника с хирургическими операциями. Гипертоническая болезни, сосуды зашкаривают давление – это третья стадия напряжения. В психике третья стадия напряжения – это классическая шизофрения. Когда человек ничего не соображает, никого не видит, ничего не помнит, ходит сам по себе как зомби. Это просто напряжение и всё. Это не то, что он недоделанный, у него гены никакие, просто напряжение. Как лечится напряжение? Длительное непрерывное движение плюс неподвижное положение тела. Напряжение – до свидания, мигрени – до свидания. Воли все – до свидания в организме. Сильное напряжение в психике – до свидания. Нарушение режима дня – до свидания. Будете вовремя ложиться, вовремя вставать. Замкнутость в отношениях – до свидания. Будете хорошо общаться со всеми.